Доброе утро, Полтава! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Панков и Катерина Стрельченко. Вот такие мои друзья по соцсетям. С Дмитрием мы немножко как-то недавно буквально схлестнулись в таком поединке, но это не имеет значения. Ребята сегодня презентуют Фалтайя фильм. Как фильм называется? О чем? Давай Дмитро. Фильм называется Параллели. Проходить он будет сегодня в листопаде в 18.00. Пользуясь случаем всех приглашаем, вход свободный. Фильм о нашем времени, про войну и мир, про две параллельных реальности, которые, к сожалению, или к счастью, не пересекаются. Это ваш не первый фильм, не первая ваша совместная работа. Катерина у нас в Днепре, да? Так. Дмитрий с Полтавы. Не первая ваша работа. Расскажите, сколько еще у вас работ совместных? Что вы уже, да, показали вверх? Ну, спільных работ много. А что, ну, если говорить про АТО, то первый фильм назывался «Все будет Дніпро», потом был фильм про Иловайск, мы его показывали. Потом параллели, от яких сьогодні можуть подивитися мешканцы вашего города. И наступный фильм «Писки. Лицарь и небо». Мы очень долго працювали, более 9 месяцев, только-только закончили этот фильм. И мы эту строчку привеземо обовязково до вашего города. Бо один из героев фильма – это хлопец, родина Боняківских, хлопец, который погиб в АТО. Такая сумная строчка, важная, но очень необходимая. Но это уже наступный крок. Сьогодні параллели будем показывать. Слушайте, почему именно про АТО? Ну, я согласна, что сейчас это очень актуальный вопрос, такой горячий, тяжелый для всех в нашей стране. Почему про АТО? Мне вот, здаётся, что война для многих людей – это мы про ней чуем, когда хотим почути. Когда хотим, мы вмикаем телевизор и чуем, или вмикаем, или смотрим по интернету какие-то новины. То есть эти строчки, они приближают эту войну, про которую, мне кажется, даже не думают. Для многих они даже не начали в Украине. Поэтому это наш вклад в информационную броневую, может быть. Как ты считаешь? Во время съёмок, сложности, чем вы знаете вас? Ну, мне, я всегда общаюсь, беру интервью, чтобы человек открылась, чтобы она рассказала что-то такое, чтобы можно было использовать в фильме. Ну, вот эти реквии, которые мы снимаем, очень психологически тяжело работать с людьми, которые утратили своих родителей. Особенно с мамами, но и с друзьями так же тяжело. Ну, это очень сильно виснаживает. И очень много интервью. Это фильм про Писки, там около 100 интервью было за весь период съемок. Поэтому, ну, такая работа. И ещё сложность, это вот наш перфекционизм. Хочется сделать максимально хорошо, максимально интересно. А студия у нас небольшая. Где-то технических каких-то моментов не хватает. Где-то возможности переснять. Это же документалистика. Не всегда получается с одного кадра, с одного ракурса снять только что-то. Потом, когда на монтажном столе пересматришь, думаешь, а вот чуть-чуть шаг право, шаг лево, и было бы ещё лучше. Ездим в АТО. Там тоже съемки проводятся? Так, так, так. Первый раз мы приехали, как раз в Писках начался обстрел. И трошки так было не по себе. На самый передок мы попали. Да, Дмитро? А скажите, как у вас получается, вот вы сказали вот эту фразу «Война и мир», сразу вспоминается Толстой, когда он рассказывает и о самих боевых действиях, и о том, что происходит в тилу мирной жизни. Я правильно понимаю, вы это совмещаете тоже? То есть у вас есть съемки и репортажи с передка, с нуля, и где-то и в тилу вы работаете? Ну, посмотрите, фильм «Параллели», взагалі, у нас там два главных героя, з різними поглядами на те, что происходит. Мы, взагалі, свою думку залишили за кадром. Мы ничего не коментуем, жодного коментаря нема. Тому нам трошки легче было. Мы просто показываем жизнь одной женщины, как она проходит, и про что она думает, чем живет. И другую. И проводим. До речи, все, кто смотрел этот фильм, я уже смотрела, они немного обурены тем, что увидели. Но, на самом деле, мы видим эти думки, что такое Украина, да ее еще нещодавно не было на карте. Мы это чувствуем постоянно, в автобусе. Наши суседи часто так говорят. Но, когда мы проводили параллель, это как-то людей очень обурю. Я люблю, когда выставки делают глядачки. Я не могу оценивать свою работу. Сегодня будет премьера. До речи, она не в Днепре, а в Полтане. Да, сегодня всеукраинская премьера. Вот первый показ для зрителей именно в Полтане. Очень еще первый. Так, так, так. 18.00 в листопаде. Обязательно. У кого есть возможность. Скажите, по временному промежутку, сколько времени идет фильм? И там ограничений нет у возрастных? Нет. Фильм идет 36 минут. Нет. Он суспильно-политичен. То есть это не фильм-реквием. Мы размышляем, наши герои размышляют о том, что сейчас происходит в Украине. К сожалению или к счастью, нам пришлось жить на переломе эпох. Мы из социалистического строя попали капиталистический. Непонятный. Капиталистический, он вроде бы и не совсем капиталистический, какой-то там с элементами феодализма. Ну, интересно жить. Вот. А за жизнь и за... Я, мое мнение, я категорически против сепаратизма и всевозможного коллаборационизма. Если тебе повезло или не повезло жить в этой стране, ты можешь с чем-то соглашаться, ты можешь с чем-то не соглашаться. Но любить ее, стараться максимально сделать для того, чтобы она считалась именно своей страной, ты обязан. А в своем кругу, в социальных сетях мы можем поспорить. По телевизору где-то, дебаты политические. Но приглашать кого-то, оккупанта, на свою землю, ну, я не знаю. Вот есть семь грехов, да, там, библейских, а это, наверное, совокупность всех этих грехов, которые... Ну, человек, он не попадет ни в силище, ни в раю, в его место. У вас до этих проектов, ну, до ситуации в стране, а снимали фильмы ж? До ситуации, до военных фильмов. Снимали фильмы? Ну, мы сейчас снимаем, есть... У нас очень хорошие контакты с Национальным музеем Николасовича Гоголя в Гоголу. Вот мы для них уже сняли два фильмы. Ну, я почти перейшел на фильмовую. Гоголи Васильевка один, а другий про родину Кочубея. До речи, також десь... Они есть уже? Они готовы? Гоголи Васильевка, это в прошлом году, мы показывали, он есть в интернете. А про Кочубея десь, я так думаю, тижня за два, за три будет премьера. Но она, мабуть, будет проходить в Деканске. Очень интересно как раз тематически. Да. А скажите, вот вы говорите, что вы чаще показываете фактаж, то есть что думают люди. При этом вы свое мнение оставляете при себе. Не планируете ли вы все-таки снять какой-то фильм или что-то такое, чтобы свое мнение выразить? Почему? Потому что журналистика чаще всего предполагает нейтральный взгляд. Но ведь у вас же есть свое мнение. И дело в том, что вы видите очень много. И наверняка оно у вас есть. Я, кстати, к чему веду, я Дмитрия на копию за мой счет приглашаю. А, вытягиваешь, да. Уже готовлюсь к этому всему. Я хочу поучаствовать. Не вопрос. Не вопрос. Просто тут еще раз. У вас много информации здесь. Вы много видели, много знаете. И на основании этого у вас есть какое-то мнение. Часть мнения уже Дмитрий говорит, что он против сепаратизма, вот этого всего. Это понятно. Но более глубже. Мне кажется, каждый фильм, а я на русский перешла. Каждый фильм – это мнение авторов. Просто не обязательно говорить «я думаю, что». Мы говорим иногда словами наших персонажей. Просто именно вот задача номер один – подать информацию так, чтобы каждый пошел, наверное, к себе домой, вот и зрители, да, и подумал, наверное, они хотели сказать вот это, а другой… Ваше мнение формирует тех, кто дает вам интервью, с кем вы работаете. Ну, дело в том, что я не скрываю. То же самое со мной довольно часто происходит. Мое мнение формирует окружающее меня общество. То есть, с кем я общаюсь, что люди делают. Человек – это совокупность его действий. То, что человек сделал, я его воспринимаю чаще всего. И на основании этого как-то мое мнение. Скажите, почему начали заниматься съемками фильма? Вообще, фильм, почему пошли в это русло? В самое начало. Да, вот вернемся. Истоком. Кстати, мы занимались съемками фильмов и вообще съемками просто отдельно друг от друга. Дима занимался в Полтаве, а я занималась в Днепропетровске. А потом в один прекрасный день мы познакомились. На съемках фильмов? Да, на съемках очередного фильма в Карпатах, когда только-только начали события развиваться в Украине. И именно с того часа и началась наша такая общая деятельность. Да, творче. Потому что сказать, как начали. Но Днепропа вообще тяжело пригадать. Ну не знаю, может быть театралы занимались там. Не сможет. Я вообще журналист по образованию. Просто вот с какого-то момента, несколько лет назад, меня как-то повело в сторону телевизора, скажем так. У меня была своя авторская программа. Вы режиссерышь? Я по образованию не режиссер. То есть я режиссер такой по наитию. Чувствую, так и делаю. Нет у меня специального образования. Но я по образованию журналист. Да, в принципе, и Дима по образованию не операторы, не режиссер монтажа. Вот такие вот мы два непрофессионала, которые делают документарь. Вы работаете в тандеме и никто со стороны двоего? Нет, ну у нас есть автор сценария. Він приехал разом с нами и просто девчонку забрали. Вона была сегодня в Молтаве, так же давала интервью. У нас ваш хлопчик Егор из Полтавы. Мы вот познайомились нещодавно. Чудовую музыку пише и мы ее беремо до своих фильмов. До речи, от кожен фильм наш и в каждом фильме обовязково даст полтаву. Чи хлопчики, чи девчата щось роблять. Чи пишут какие-то письма, допомагают. Ну вот в первом филме, который про АТО «Це будет Дніпро», мы там использовали группу «Трансформер» песню. У них есть такая песня «Війна». Вона не про війну, в прямом розумении этого слова, але настільки там гарні слова и они так подходят под те, что сейчас в нашей країні відбувається. Я с Валерой связался, мы пообщались, попросили разрешение использовать. Вона лягла, вот вроде вона специально писалась для этого фильма. Скажите, те, кто сегодня все-таки не сможет попасть в эстафан, чтобы посмотреть премьеру, где потом увидеть можно будет фильм, когда? Надо будет следить за нашими перемещениями, то есть премьеры показы будут где-то в других городах, но я думаю, что все-таки нужно найти час, это година часу, потому что фильм уже коротенький, 36 минут. В интернете он появится не скоро, не раньше, чем через год. Я думаю, что мы даже больше. Мы показываем фильмы в Украине, потом за кордоном, за любви, смотрятся наши диаспоры украинские. Мы были в Испании, в Португалии, которые нещодавно показывали фильм про Иловать. И этот фильм также планируем. А дальше куда? Америка, Канада, Австралия? Так. Мы ждем. Усюга, где есть украинцы. Мне просто интересно. Есть интерес там у людей. Почему я спрашиваю? Потому что мою страницу в Ютубе, то смотрю, ну статистику видно аналитику, Канада любит. Они смотрят, смотрят, смотрят. Они смотрят, смотрят. Они смотрят в любом случае. В диаспоре очень не хватает информации. У них, я свое личное мнение выношу, трошки выкрывано с принятия реальности. Потому что люди заточены на какой-то определенный ресурс. Соответственно, их мнение под этот ресурс немножко как бы и совпадает. Поэтому они с удовольствием пересматривают и приглашают. Сами испанцы и португальцы, они достаточно дифферентно относятся к этому. Хотя были на показах. А по многому приходят в другие страны посмотреть? Ну, кроме наших приходят. Но и так, чтобы прямо очень много, я бы не сказала. Ну приходили, смотрели, интервью давали. Проблема все-таки и распространения, и проката этого фильма. Мы же не государство. И все это делается... Ну, как бы информирование мало. То есть это только социальные сети и сарафанеры. А государство вообще не интересуется вам? Ну вот, большая работа. Ну вот, большая работа. Большая благодарность консульству и посольству в Португалии. Мы очень хорошо обеспечивались. И если это как государство можно считать. Хотя это большая частная инициатива. Ну, слушай, но это было такое, что после того, как мы в Киеве показали фильм про Лаваське, на наступный день мне зателефонировали из аппарата президента и сказали, где можно взять фильм, где его можно увидеть. Что-то такое дошло до них. Нашего президента? Ну, это слух дошел. Помощи-то никакой не было. Но сегодня уже первый шаг был звонок. Это будет, да. Ну что, мы сделаем все, что от нас зависит, постараемся, чтобы вас увидели. Сегодня все свои делишки в сторону. В листопад на 18.00. Смотреть премьеру. Проходьте, познаемы вас. Теперь немножко о погоде. Сегодня до 10 градусов. Ясно, государственный планшет, да? Да. Самый прикольный день по погоде будет завтра. Ой, завтра дожди. Дождь целый день. И что самое удивительное, в 3 часа плюс 2. Мне вечером уезжать. Плюс 2 завтра. Мне завтра вечером уезжать, мне 3 дня в палатке спать. Саша. Готовься, дорогая. Всем доброго утра. Удачного дня. Надеюсь, встретиться не получается. Но буду стараться максимально. Тоже в 18.00 в листопад. Всем, всем, всем. Всем доброго утра. Удачного дня. Хорошего дня. Поймать. Удачного дня. Удачного дня. Удачного дня. Удачи.